После новогодних каникул работа в администрации города началась с аппаратного совещания у главы. Основным вопросом, вынесенным на повестку дня, стало подведение итогов осенней призывной кампании в 2021 году. Осенний призыв в ряды российской армии проводится с октября по декабрь. В комиссариате города Искитима ко встрече с призывниками подготовились в соответствии с нынешними условиями, соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования. На контрольно-пропускном пункте работала дезинфекционная команда. На медицинском посту организовано бесконтактное измерение температуры. Каждые два часа производилась дезинфекция помещений. Прием граждан осуществлялся в соответствии с графиком и составлял не более 20 человек в день. В ходе призывной кампании проведена 21 призывная комиссия. Призывно всего 124 человека. Из них город Искитим 56 человек. Отправлено на областной сборный пункт всего 122 человека. Из них город Искитим 55 человек. Наряд на призыв составлял для города Искитим 55 человек. Наряд мы выполнили. Подлежало вызову на призывную комиссию всего 663, города Искитим 320. Вызывалось на призывную комиссию 320, явилось 320. Не оповещено 38 человек. Призвано в вооруженные силы Российской Федерации 56 человек. Отправлено в вооруженные силы 55. Один человек подал заявление в суд. Поэтому он призван, но вооруженные силы Российской Федерации не направлены. Ждет решения суда. 103 человека призывной комиссии было направлено на дополнительное медицинское обследование. 79 ребят были освобождены от призыва на военную службу. Ограничено годных 70, негодных к военной службе 9. Предоставлено отсрочек от призыва 146, по состоянию здоровья 28. Обучается в образовательных учреждениях 117 человек. Им предоставлено отсрочки. По другим причинам один. Привлечено к административной ответственности 20 человек за несвоевременное прибытие, либо неприбытие по повестке. Подготовка специалистов по ВУЗ осенью 2021 года осуществляла в соответствии с планом задания. Задание военному комиссариату было поставлено подготовить 3 человека. Подготовлено 3 из них города Искитим 2. По плану 2 и было 2 подготовлено. 2 отправлено в вооруженные силы Российской Федерации. Медицинское свидетельствование призывников осуществлялось при помощи привлеченных специалистов Искитимской центральной больницы. По итогам работы медкомиссии показатель ограничения годности и негодности к военной службе по городу Искитиму составил 33%. В структуре заболевания и висшей причиной ограничения годности граждан к военной службе наиболее отдельный вес занимает психические расстройства, болезни органов дыхания, болезни системы кровообращения, болезни органов пищеварения. Степень годности к военной службе в количестве граждан, прошедших призывную комиссию, это 67%. Годных к военной службе категории годности А 92. Годных к военной службе с незначительными ограничениями 121 человек, ограниченно годных к военной службе было 70 человек, временно негодные к военной службе 28 человек и негодные к военной службе 9 человек. Основная часть призывников направлена в части сухопутных войск Центрального военного округа, а также в части Национальной гвардии, военно-космические силы и в ракетные войска стратегического назначения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова